Даша сидела в кафе с подругой. Спину старалась держать ровно. Смеялась, звонко хихикая, так, чтобы получалось красиво. Она играла на публику. За соседним столом сидел интеллигентный мужчина. Чашку с кофе держал в руке, отставив мизинец. Потихоньку отхлебывал напиток. Аккуратно ложечкой брал кусочек бисквита и подносила его к рту. По всем повадкам было видно, что он из богатых. Кольца на пальце не было. На это первым делом Дарья всегда обращала внимание. Мужчина приличный и свободный, по возрасту похоже, что немного младше ее. Но это не страшно. Даша быстро допила свой сок и встала. Подруге объяснила, что не хочет ждать официанта, сама за добавкой пойдет. Вика ничего не успела возразить. А Дарья – мастер по театральным приемам. Все ее существование – это театр, призванный привлекать в жизнь деньги. Уже через мгновение она смущенно извинялась перед незнакомым мужчиной. Говорила, как хорошо, что стакан оказался пустым. Объясняясь незнакомцем, Дарья думала, что хорошо, что она стакан поймала, а то пришлось бы платить за разбитую посуду. На удивление разговор завязался легко. Мужчина отвечал, а сам рассматривал свою собеседницу, прищурившись. О своей подруге Даша уже забыла. Но Вика сама о себе напомнила. Она уже подошла к их столику и тоже уставилась на этого красавца. Но Дарья не собиралась делиться добычей. Нехотя она представила новому знакомому свою подругу. Вика начала бы улыбаться, но Даша сказала, что подруга уже уходит, а она бы еще посидела. Кивнув на книжку, которую читал мужчина, добавила, что это один из ее любимых писателей. Вике пришлось уйти, оставив подругу с ее новым знакомым. Кажется, что ей потфартило, и она нашла себе кандидата в следующие мужья. Три года назад Дарья похоронила мужа. Конечно, это было печальное событие в ее жизни, но она осталась при хороших деньгах. Весь бизнес покойного мужа к ней перешел, а вместе с ним и солидные накопления. Но было и неприятное обстоятельство. По завещанию большая часть состояния переходила к его дочери. От Дарьи достались сущие крохи, которые она успела потратить в течение двух лет. Пока она была опекуном, деньгами могла распоряжаться сама. Она и распорядилась, практически все вложила в ценные бумаги, но прогорела. Теперь же терпела дочь мужа только потому, что та была инвалидом-колясочником. Ей уже исполнилось 18, и мачеха получала пенсию, которой и распоряжалась. Кроме того, Дарья оформила пособие по уходу за дочерью, поэтому дополнительные копейки тоже капали ей на счет. Отец очень хотел поставить дочь на ноги. Маша не всю жизнь была такой. Однажды неудачно упала с лошади, ее парализовало. Ноги и руки ее не слушались. Дальше реабилитацией заниматься было некому. Отец скончался от рака, а Дарья не верила, что Маше можно помочь. Не хотела тратить баснословные суммы на лечение девушки. Так и уживалась падчерицы. Денег от государства получала мало, но все же лучше, чем ничего. Теперь главной целью женщины было найти перспективного мужа. Тогда и неродную дочь можно сдать в интернат. И вот сегодня познакомилась с Юрием. Дарья с первого же взгляда поняла, что заинтересовала потенциального кандидата в мужья. Он так на нее смотрел, что у женщины мурашки по коже шли. И тут мужчина произнес, что наконец-то вспомнил Дарью. Ведь это она с молодой девушкой на инвалидной коляске, иногда гуляет в парке. Дарья занервничала, не ожидала, что все вот так закончится. Конечно, теперь ей точно ничего не светит. Она начала невнятно что-то говорить. Что из жалости за девочкой смотрит. Папа ее умер, а в интернате стать жалко. Но и ей одной тяжело тянуть на себе инвалида. Тут мужчина неожиданно оборвал ее на полусловие, сказав, что Маша очень симпатичная. Затем спросил, есть ли у Маши мужчина. Дарья начала смеяться и сказала, о каком мужчине может идти речь. Но потом совладала с эмоциями и вновь надела маску печали на лицо. Затем сказала, что Маша практически вся парализована, у нее даже друзей нет. Мужчина выдержал паузу внимательно, смотря на свою собеседницу. А потом сделал Дарье такое предложение, от которого та чуть соком не подавилась. Дескать, он давно положил глаз на эту девушку. Тем более, что Маша молодая. Парня у нее никогда не было. Как он может договориться с Дарьей о встрече тет-а-тет с ее подопечной? Женщина пыталась сообразить, что ответить. Предложение было неприличное. К тому же, она сама хотела с этим мужчиной завязать отношения. А он, оказывается, интересуется ее падчерицей. Наконец, Дарья произнесла, что она против этой затеи. Мужчина переспросил, а если хорошенько подумать? Юрий достал ручку и написал на салфетке очень внушительную сумму. Можно сказать, что она покрывала разочарование Даши, но не вполне. Ведь в качестве мужа Юрий выглядел бы гораздо привлекательнее. Дарья все же подумала над его предложением и решила, что Маше пора отрабатывать свою еду. Почему бы не таким образом? Но и мужчине просто так давать согласия не стало, набивало цену. В итоге Юрий поднял первоначально указанную сумму в три раза. И это всего лишь за час, проведенной с ее падчерицы. Они обменялись контактами и договорились о дне свидания. Дарья об этой сделке никому не рассказывала, не хотела спугнуть удачу. А вдруг Маша настолько приглянется этому мажору, что он будет часто к ней захаживать. Самой девушке мачеха ничего не сказала. Теперь бы Юрий слово сдержал. И вот настал этот день. С самого утра Даша приводила себя в порядок. Пусть Юрий видит, от чего отказался ради инвалида. Но теперь он ей был не нужен. Такой будет гулять направо и налево. А так хоть денег заработает. Дарья так и не сказала Маше о том, что скоро к ней придет гость. Только нарядила ее, как на выход в больницу. Обычно одевала. Расчесала, волосы распустила. Сказала, что Маша уже взрослая, а с мужчинами не общается. И сейчас это нужно исправить. Тут в дверь позвонили. Даша закрыла Марию в ее комнате, а сама пошла открывать. Когда женщина открыла дверь, то опешила. Вместо одного Юрия перед ней стояло трое мужчин. Она быстро закрыла с собой вход в квартиру и сказала, что они так не договаривались. Мужчины переглянулись между собой. Юрий сказал, что договаривались они на час, а о подробностях не разговаривали. Глаза у Дарьи забегали. Действительно, сглупила. Немного подумав, она сказала, что если мужчин трое, то их гонорар должен быть выше. Мужчин это не устроило, они собрались уходить. Пришлось Дарье уступить. Только потребовала половину суммы вперед. Даша впустила мужчин в комнату неродной дочери. Представила девушке Юрия как хорошего человека. А с его друзьями пусть сам знакомит Машу. Девушка мило улыбалась вошедшим мужчинам. Дарья закрыла вошедшими дверь. А сама думала, что ей делать. Ведь неприятно оставаться в квартире, но и оставлять посторонних людей, одних в доме, тоже не дело. Мало ли, вдруг окажутся мошенниками. Поэтому женщина достала с полки заранее приготовленные беруши. Начала обдумывать свои дальнейшие планы, чтобы отвлечься от плохих мыслей. И чем больше она думала, тем больше такая идея казалась ей отличной. Хотелось посмотреть в интернете спрос на подобного рода услуги. А что в этом плохого? Ведь она с мужем тоже жила только ради денег. Отрабатывала в постели свои хотелки. А так даже лучше. Мужчины будут разными. Никаких обязательств. Пусть теперь и Маша отрабатывает свою еду. Даша задремала. В ее руке завибрировал телефон. Это звонил будильник. Дарья опомнилась от своих фантазий. Открыла глаза и посмотрела на часы. Прошел ровно час. Женщина пошла в комнату к падчерице. Но дальше все пошло не по плану. Комната из девушки оказалась пустой. Дарья стояла и судорожно размышляла. Она не знала, что делать. Ведь такого поворота судьбы абсолютно не предполагала. Думала, что все предусмотрела. А зря. И что эти мужики сделали с Машей? Дарья обошла всю квартиру. Выглянула в окно. Потом выбежала на улицу. Никаких следов. Вместо хорошего заработка она попала в неприятность. И как выпутываться из этой ситуации непонятно. Ведь если сообщит в полицию, начнутся расспросы. А как можно объяснить стражам порядка присутствия в квартире трех незнакомых мужиков? А если ничего не скажет, а потом выяснится, что соседи видели, окажется крайней во всем именно она. Дарья тянула два дня. Никаких новостей не было. Но дальше тянуть время было уже нельзя. Ведь все равно кто-то обратит внимание, что женщина не гуляет больше с падчерицей. А как дальше с пенсией быть? Ведь ее нужно подтверждать, показывать Машу врачам. Наконец женщина решила обратиться в полицию. Придумала правдоподобный план. Будет рассказывать, что вернулась домой и не обнаружила девушку в квартире. У Маши был друг, который иногда с ней гулял по парку. И вот она скажет, что девушка пошла к этому другу и не вернулась. С такими объяснениями Дарья пошла в полицию. Ее заявление приняли. Женщина со страхом начала ждать последствий. На следующий день к ней приехали. И к ужасу Дарьи на нее надели наручники и повезли в участок. Женщина пыталась оправдаться, ругалась, что она не виновна ни в чем. Но в участке ее ждал сюрприз. Там был тот самый Юрий. Оказалось, что никто не хотел ничего плохого причинить Маше. Она была жива и здорово в безопасности. А втроем мужчины пришли в квартиру Дарьи, чтобы вынести коляску. Юрий оказался сослуживцем отца Маши. Уже зная, что умирает, мужчина обратился к Юрию с необычной просьбой присмотреть за его дочерью после его смерти. Ведь знал, что Дарьи не слишком хорошо относится к Маше. Но после ухода отца Маши его жена быстро прибрала все к рукам и поменяла место жительства. Все это время Дарья плохо относилась к своей пачерице. Не лечила, плохо кормила. В доме держала только ради пенсии. Об этом девушка рассказала Юрию. Она сразу узнала папиного друга, когда он вошел к ней в комнату. Вместо реабилитации Маши мачеха тратила деньги только на себя. Первым делом ее нужно было забрать от мачехи. Юрий долго искал девушку, а когда нашел, был в ужасе от того, как с ней обращается Дарья. Он не хотел женщине спускать все с рук. Вот и придумал такой план. Все договоренности с ней были записаны. Все материалы сейчас были в руках полиции. Юрия поразил цинизм этой женщины, которая два дня выжидала, не сообщая никому о пропаже дочери. Ее привлекли к уголовной ответственности. Тяга Дарья к деньгам сыграла с ней злую шутку. А Машу Юрий принял в свою семью. Девушка прошла реабилитацию и через какое-то время начала ходить. Каждый получил то, что заслужил. Из загнанного зверька Маша превратилась в красивого лебедя. А ее мачеха получила справедливое наказание.